МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Курганру в студии Марина Капатерева. В следующем году более 220 многоквартирных домов ждет капитальный ремонт. Об этом заявил генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Александр Медведев на брифинге с журналистами. Подробности смотрите далее. Стоит напомнить, что 2015 год является последним, когда фонд содействия реформированию ЖКХ оказывает поддержку субъектам страны по проведению капремонта. Что произошло в этом году? Фондом содействия еще в конце 2012 года были доведены лимиты на 3 года. Сразу 13, 14 и 15 годы. 13 и 14 это по 47 миллионов рублей поддержка. И на 15 год, на последний, где осуществляется поддержка, были доведены лимиты в размере 26 миллионов 900 тысяч рублей. В декабре прошлого года был сформирован краткосрочный план по ремонту, но фонд постоянно откладывал сроки по перечислению финансов. В итоге лимиты были сокращены в 4 раза. По словам Медведева, этих средств было крайне недостаточно, поэтому финансовую помощь в размере 20 миллионов рублей оказал бюджет Курганской области. Федеральный фонд содействия и реформирования ЖКХ ждет заявок от разных регионов страны. Заявка Курганской области уже находится в фонде, то есть департамент строительства немножечко на шаг вперед позаботился об этом, то есть уже заявку сформировали, направили в фонд. И я считаю, что есть надежда, что на следующей неделе уже управлением фонда рассмотрена будет заявка Курганской области, и эти 6 миллионов 700 тысяч поступят в регион, либо в конце ноября, либо в начале декабря уже поступят в регион. На сегодняшний день 46 домов включены в краткосрочный план, из них работу по 44 домам осуществляет региональный оператор. Сегодня на 13 домах региона ремонты практически завершены, однако 9 домов с плоскими крышами из-за задержек, связанных с перечислением средств, будут отремонтированы только в следующем году. По данным специалистов, восстанавливать зимой их нельзя. На сегодняшний день собираемость взносов на капремонт за Урали достигла 80%. С оставшимися 20% региональный оператор ведет претензионную работу, начисляют пение и подают исковые заявления в суд, тем самым мотивируя жильцов вовремя производить оплату. Собственники, у которых имеются какие-либо вопросы, могут обратиться в фонд капитального ремонта по новому адресу, Кольмиготина, 125, либо обратиться на горячую линию по телефону 422-900. Александр Мироненко, Илья Аурванцев, Александр Бутаков, информационное агентство «Курган.ру». Из Кургана в московский Кремль. Зауральские призывники регулярно проходят службу в президентском полку, который охраняет главную резиденцию правительства и президента страны. Как им служится, узнали земляки. Каждый год несколько зауральских ребят отправляются служить в одну из самых престижных воинских частей – президентский полк. Это уникальная воинская часть, которая обеспечивает охрану всех объектов на территории исторического комплекса, включая участие в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, выделении почетных караулов, несении службы у вечного огня на могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Офицеры зауральского военкомата говорят, что за все годы к нашим землякам никогда не было претензий и взысканий. Кандидатам на прохождение службы в президентском полку предъявляются особые требования. Рост от 175 до 190 сантиметров, нормальное соотношение роста и массы тела, стопроцентное зрение, восприятие шепота на расстоянии не менее 6 метров на оба уха. К службе в президентский полк также не допускаются судимые граждане и ребята, имеющие приводы в полицию. История полка ведется с 1936 года, однако лишь в этом году в Зауралии была создана областная общественная организация ветераны президентского полка. Ее возглавил Владимир Шмаков, сам проходивший службу в этом воинском подразделении в начале 2000-х. На сегодняшний день службы в полку проходят 9 зауральских призывников. 30 октября председатель организации лично побывал в воинской части и пообщался с каждым из ребят. Основные вопросы касались условий быта и питания, а также взаимоотношений со служивцами. Жалоб от зауральцев не поступило. Теплая встреча прошла в комнате истории воинской части, после которой зауральские ребята получили подарки и сфотографировались у полкового флага. Это одна из первых акций организации, которая получила название «Курганское землячество». Останавливаться на этом ветераны полка не намерены, а по всем интересующим вопросам можно связаться по телефону 8-912-576-3254. Александр Мироненко, Василий Малухин, Александр Менщиков, Александр Бутаков. Информационное агентство «Курган.ру». Далее мы расскажем, что печатают областные средства массовой информации. Вашему вниманию рубрика «Печатный вестник». В Курганской области будет принята информационная стратегия по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на 2016 и 2018 годы, сообщает сайт областного правительства. Ее главная цель – снижение риска заражения ВИЧ-инфекцией. Стратегия состоит из 8 блоков, включающих в себя большое количество мероприятий по обеспечению всеобщего доступа населения к эффективным профилактическим программам. Предлагаемый комплекс мер позволит выстроить в регионе действенную систему борьбы с ВИЧ. По словам заместителя губернатора по социальной политике Александра Карпова, организация профилактической работы в молодежной среде особенно актуальна в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сохранения высокой заболеваемости и ежегодного роста числа новых случаев заражения. Эта работа активно ведется в школах с 1 по 11 класс и общественных молодежных объединениях. Заголовок газеты «Новый мир» гласит «Селу помогут с кредитами на газ». В Курганской области будет разработана программа кредитования жителей частного сектора. У зауральцев появится больше возможностей для подключения домов к природному газу. Такое поручение дал на совещании глава региона Алексей Кокорин. Губернатор Курганской области напомнил главам районов, что необходимо активнее работать с населением и убеждать в свое время на проводить газ. От выполнения плана графика подключения объектов зависит программа газификации «Зауралье» на 2016 и 2020 годы, которая сейчас находится на согласовании в «Газпроме». На страницах интернет-версии газеты «Курган» и «Курган» считаем. Около 28 тысяч зауральских школьников и студентов протестировали на употребление наркотиков. Это около 87% учеников 8-11 классов и студентов первых курсов вузов. Выявлены 1026 человек или 3,6% учащихся, которые относятся к группе риска. В медосмотрах приняли участие 900 школьников и студентов. Обследование было добровольным. Как отмечают специалисты, результаты этой работы не отражают реальную картину употребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними, так как медицинские осмотры не носили обязательный характер и были анонимны. Еще одна проблема – низкая мотивация обучающихся. Заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов предложил разработать дополнительные меры, чтобы ученики и студенты активнее проходили медосмотры, особенно в тех образовательных организациях, где их было проведено меньше всего. В Кургане проезд в городском транспорте с 1 февраля 2016 года может вырасти до 20 рублей. Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии по социальной политике Городской думы. Действующий тариф – 18 рублей – был утвержден Департаментом цен и тарифов Курганской области. Однако с нового года перевозчики начнут сами устанавливать стоимость проезда. Окончательное решение будет принято после обсуждения этого вопроса на областном уровне. В культурно-выставочном центре открылся девятый по счету экологический вернисаж. На нем представлены рисунки победителей конкурса «Иза мастерства. Мы за мир без химического оружия». Традиционный вернисаж вновь проводится на площадке Курганского культурно-выставочного центра. Главная задача организаторов выставки – показать людям, насколько опасно и разрушительно использование химического оружия. 22 сентября текущего года был уничтожен последний боеприпас на заводе по уничтожению химического оружия в Курганском районе. Начиная с мая 2009 года проходила основная работа, разрушение, естественно, информационная работа, для того, чтобы все аспекты были учтены и чтобы население максимально знало о том, какие работы проходят и как они проходят. Выставка проходит в Кургане в девятый раз. В этом году в ней приняли участие более 600 детей. Возраст участников самый разный – от 4-летних детсадовцев до студентов. Я принимаю каждый год участие в этих конкурсах. Я люблю рисовать природу. У меня на моем рисунке изображена природа без всяких химических мусора, без всяких химических ванк, всего такого. Маленькая Мария гораздо младше своих товарищей, однако от подруг не отстает. С 5 лет девочка занимается рисованием в воскресной школе. Я нарисовала осенний пейзаж, и мне сказал учитель про этот конкурс. Лучше, чтобы была природа и было много животных, и они не заседаны, были в Красную книгу. В конкурсе свои работы представили дети со всей Курганской области. Многие были отмечены специальными призами от городской газеты и Департамента природных ресурсов. Каждый из представленных на вернисаже рисунков уникален по своей задумке и исполнению. Здесь встречается акварель, карандаш и даже простая авторучка. Победительницей в своей возрастной номинации стала Алена Козыева, ученица Михалевской школы Целинного района. Я подумала и нарисовала пейзаж, но то, что у меня сердце шло, то я рисовала. Люди должны задуматься, что они должны не пачкать землю. Валерия Мельникова, Евгения Волкова, Андрей Глазырин, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин принял участие в торжественной церемонии закрытия вахты памяти 2015. Она прошла 11 ноября в Челябинске. Члены поискового отряда «Медальон» вручили главе за Уралья землю с места боя и гибели его деда по материнской линии Суворова Филиппа Егоровича. Он погиб на Карельском фронте в феврале 42-го года. Подробности смотрите в сюжете. Дед Алексей Кокорин, Суворов Филипп Егорович, погиб в двух километрах на северо-западе от 14-го разъезда Кировской железной дороги в окружении, как и другие его земляки из зауральских деревень и поселков. Вы, ребята, своим нужным, полезным делом сделали все, что многие солдаты обрели уже место своего захоронения. И у меня, и у многих родственников есть возможность приехать на место захоронения, отдать дань уважения, дань почтения не только мне, как внуку моего деда, но и всех тех, с кем он вместе воевал и боролся за освобождение нашей великой родины. Итогом вахты памяти 2015 стало перезахоронение в одной могиле 10 солдат Красной Армии, погибших и пропавших без вести в январе-феврале 1942 года. На месте захоронения был установлен памятник из черного гранита. Узнать фамилии южноуральцев, погибших в районе 14-го разъезда Кировской железной дороги, удалось благодаря кропотливой работе поисковиков в архивах, музеях и сопоставлении фактов. Южноуральцы и курганцы вместе уходили на фронт с одних призывных пунктов, воевали плечом к плечу, всего было мобилизовано более миллиона человек, четверть не вернулись, поэтому вахта памяти будет продолжаться, пока не будет захоронен последний солдат. Желаю всем участникам поисковых отрядов успехов, спасибо вам за вашу работу, мирного вам неба, всего доброго. За отличную работу и преданность своей профессии представители поискового отряда «Медальон» получили из рук Алексея Кокорина и Бориса Дубровского благодарственные письма. Александр Мироненко, Александр Бутаков, информационное агентство «Курган.ру». За уральским библиотекарем рассказали, как сделать библиотеки любимым местом отдыха молодежи. На семинаре побывала наша съемочная группа. Семинар для библиотекарей состоялся в рамках курганского проекта «Библиотека. Третье место», который в этом году участвовал в конкурсе грантов на форуме Таврида и получил поддержку в размере 150 тысяч рублей. Это создание привлекательного для молодежи пространства на базе библиотеки. То есть место, куда молодые люди могут прийти, чтобы позаниматься в клубах, продвигать свои идеи, общаться с друзьями, заниматься какими-то интересными делами, посещать лекции, устраивать конкурсы. И в то же время этот проект предполагает обучение библиотекарей новым методом работы с молодежью, поскольку самое главное в библиотеке это все-таки не интерьеры, а люди. Молодежь – та категория людей, которая требует особого внимания со стороны общества в целом и со стороны библиотекарей в частности, уверены специалисты Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова и Антон Пурник. Именно они провели для зауральских работников библиотек двухдневный семинар, пытаясь объяснить, как им привлечь молодых людей. Для того, чтобы можно было специальным образом заниматься с молодежью, необходимо создание в библиотеке специальных зон, пространств, специальных ресурсов, специальных технологий. Библиотекарей нужно специально готовить для этого. Но вот это была главная задача наша. Слушателями стали около 150 библиотекарей со всего Зауралия. Все они проявили себя активно, задавая гостям десятки вопросов. Я думаю, что их интересовало все, даже то, что хорошо, даже то, что, может быть, на первый взгляд, им, кажется, пока не реалистично, и они не смогут сразу внедрить в своих библиотеках. Но они внимательно слушали, задавали массу вопросов. Вопросы были все правильные. Очень сильно библиотекарей волновал вопрос финансирования. Мы уповаем на то, что государство в лице муниципальных властей, в лице областных властей должно обращать особое внимание на библиотеки, как вот на тот институт общественный, который может очень интересную пользу принести, в том числе не только и общество, но и власти в том числе. Спикеры знают, о чем говорят. Российская государственная библиотека для молодежи известна на всю страну. Это одно из самых популярных мест досугов столицы. Там можно читать, общаться, рисовать, слушать музыку, играть на фортепиано, заниматься рукоделием или работать за компьютером. Валерия Мельникова, Андрей Глазырин, информационное агентство Курганру. Если вы автомобилист и активно пользуетесь современными гаджетами, то вам будет полезен наш следующий сюжет. Современные автомобилисты уже буквально живут в собственном авто. Сегодня жизнь, пусть даже в автомобиле, невозможна без использования мобильных гаджетов. Покупка планшета в этом случае отличная идея. Тем более у Мегафон есть новая выгодная услуга. Какая, сейчас выясним. По последним данным российского индекса целевых групп, 31% автомобилистов в качестве электронного эксперта используют смартфон. 60% активно пользуются планшетом. А 70% опрошенных имеют в своем арсенале мобильных устройств и то и другое. А современным автомобилистам сегодня необходимы и телефонная связь, и навигация, и возможность быстро находить нужную информацию в сети. Все это есть в новом приложении Мегафона «Планшет для водителей». Сегодня мы предлагаем активным автолюбителям прекрасную альтернативу навигатору. Полноценный набор для тех, кто за рулем. Помимо надежного планшетного компьютера, мы включили в комплект автомобильное зарядное устройство, универсальный держатель и установили ряд программ для навигации. Новый девайс, который предлагает наша компания, поможет найти быстрый путь в любую точку мира. Чтобы обеспечить надежность сигнала и комфорт при выходе в мобильный интернет, Мегафон завершил работы по модернизации сети в Курганской области, улучшив качество и надежность услуг высокоскоростного интернета более чем на треть. Девайс обладает полным набором функций. Работает на базе Android, имеет встроенную память 4 гигабайта, возможность подключения к Wi-Fi и 3G. А камера с хорошим разрешением позволит сделать отличные фото. Мне часто и много приходится времени проводить за рулем, и поэтому для поиска незнакомого адреса мне приходилось пользоваться смартфоном, что не очень удобно. Я бы хотел купить себе навигационное устройство, но оно было мне тогда не по карману. А вот предложение от Мегафона очень удачное. За небольшие деньги я получаю и планшет, и смартфон, и навигатор. Да плюс еще аксессуары. Это просто мечта. Устройство уже доступно во всех салонах связи Мегафон и может стать отличным подарком к Новому году. Родионово 60. Подробнее о планшете, тарифах и условиях акции можно узнать в салонах компании, а также на сайте Мегафона. В контактном зоопарке «Живая радуга» очередное пополнение. Помимо множества пернатых и зубатых его обитателей, теперь с детьми готовы пообщаться трехмесячная макака лапундер Люся и дружелюбный королевский питон. Привет! Егор, ну всем же пусты. Егорка – один из самых общительных и шумных жителей контактного зоопарка. Попугай Лори в контактном зоопарке живет уже 5 лет и ко вниманию привык. А вот его новая соседка-обезьянка Люся здесь совсем недавно. Но от недостатка внимания тоже не страдает. Ей всего лишь 3 месяца, она очень маленькая, и поэтому очень-очень любит деток. Всегда прыгает к ним на ручки. Главное – не спускать с нее глаз. Любопытная обезьянка, стоит только отлечься, превращается в маленького воришку. Вот ей подносишь бумажку, она хоп, хватит ручкой. Я так еще раньше не видел животных. Вот я их впервые вижу. Помимо макаки Люся, новыми жителями зоопарка стали зеленые королевские питоны. Они запросто идут на контакт. Поначалу юные гости зоопарка относились к змеям со страхом. Однако вскоре погладить или поддержать рептилий тянулись даже самые маленькие гости. Также в числе новых жителей зоопарка оказались австралийские квакши и синий язык из цинк. Мне понравились лягушки, мне понравилась еще жаба. Они как присосочки, они еще как резиновые такие лягушки. Что касается бывалых жителей зоопарка, все они чувствуют себя прекрасно и всегда готовы к общению. Попугай Ара по имени Роза такой же яркий, как и его оперение. Он всегда рад гостям и угощению. А вот тихий персик пока стесняется переизбытка внимания и за чудачествами товарища следит из клетки. Однако с удовольствием принимает ласку и позволяет себя гладить. Бойки и горка знатный болтун, а большая черепаха тортила всегда флегматична и спокойна. Пять видов пауков, скорпионы, хамелеон, совы и соколы, кролики и шиншиллы. Контактный зоопарк «Живая радуга» работает в ТРЦ Гиперсити до 15 ноября. Ежедневно с 11 до 21.00 без обеда и выходных. Пока-пока! Сейчас смотрите кастинг проекта «Выбери себе погоду», а я с вами прощаюсь. До новых встреч! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Вот, честное слово, не знаю, чем намазано на кастингах проектов информационного агентства Курганру, но некоторые участники приходят к нам по два, по три, а то и по четыре раза. О таких вот замечательных индивидуумах в нашем сегодняшнем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она участвовала уже в каких-то проектах, если не ошибаюсь? Да, участвовала в Крассе Курганру. Красса Курганру. Почему ты сейчас решила попробовать себя именно в роли телеведущей, выбирать себе погоду, погоду точнее? Я хочу радовать народ, радовать глаз людей, чтобы смотрели на красивых девушек города Курганру. Диан, ты этого реально хочешь? Да, реально хочу. И что ты для этого делаешь? Как ты идешь к своей цели? Не знаю, по 50 скороговоров в день читаешь? Там что? Что? Я смотрю, как ведущий нашего, нашего, как бы Курганру, по связь, показывает у нас погоду. Любулярно? Ну да. И знаешь, как это делать уже? Ну, в принципе, я... Давай на 10 декабря тогда прямо сейчас здесь свой оригинальный прогноз. Добрый день, дорогие телезрители. С вами ведущая прогноза погоды Воробьева Диана. Прогноз погоды на 10 декабря. Прогоду для вас я. 10 декабря ожидается пасмурная погода. Температура телемометра не поленится выше минус 10 градусов мороза. Осадки также маловероятны. Не знаю. Смотри, какую тактику ты выберешь в борьбе с конкурентами? Тактику? Свою оборудование. То есть ты их вышишь. Очаровывать? Очаровывать. Елена. Вы тут принесли. Здрасте, Елена. А я помню Елену еще с проекта «Трансформация». Да, да. Она у нас участвовала. А я вас помню еще с 2013 года. Выбери все погоды, вы меня не взяли. А, вы. Это не я, это Тимур Тания, да? Это Тимур Тания виноват. Давайте я вам задам. Да, что это у вас? Это тортик взял своими руками. А из чего он? А вот вы догадаетесь. И тем не менее, такая настойчивость. Что там такое по ту сторону экрана? Что ты туда хочешь так сильно? Хочу, прям не хочу. Ну, возьмите меня. Вы знаете, вот просто вот хочется, хочется вещать, чтобы меня смотрели, видели. У меня сын очень это хочет, чтобы мама постоянно была на телевидении. Так дома ты ему надоедаешь? Нет, он меня не видит. Я на двух работах работаю, мне нужна третья. Третья работа. Нет личной жизни, нет проблем. Вот ты спросишь на три работы, и вообще ничего не будет. Ну, тогда тебе нужно что-то такое сейчас сделать, что мы прям сильно-сильно захотели тебя взять. Какой-то творческий номер. Давай прогноз погоды на 10 декабря у нас финал. Прогноз погоды на 10 декабря. Будет самая жаркая вечеринка в Кургане. Выбери себе погоду, где будет дождь из просто положительных эмоций. Приходите все к нам, смотрите все Курган.ру. Будет самый жаркий в вашей жизни день. Ты знаешь, как читают прогноз погоды, там есть у тебя перед глазами суфлёр определенный текст, бежит, его нужно читать. Вот представь сейчас, что этого суфлёра неожиданно в самый неподходящий момент не стало. Что ты будешь делать? Первый текст нужно перед тем, как выйти, его через суфлёр читать, нужно его зачитать, выучить, хотя бы приблизительно знать, что там будет. Что ты придумываешь? То есть, ну, сломался уже, но что-то надо придумывать. Потому что обычно погоду к нам придумывают. Вот ты сейчас в студии, ты ведешь реально прогноз погоды, ты читаешь конкретный текст, который ты доучить не успела. Представляем, ломается суфлёр. Как ты поведешь себя? Спонсор нашего сегодняшнего выпуска прогноза погоды – обувь Кургана. Покупайте обувь в центрах магазина «Планета Обувь», «Монроли», «Зетт», «Баден» и «Кедо». Ой, как все, слава. Константин, ну, рассказывайте, почему решили вновь прийти на Курганру и участвовать в новом проекте? Решил себя просто попробовать в роли участника погоды. Вы сейчас так потихоньку уйдете, скажите, в шагах. Для чего вам нужен именно проект «Выбери себе погоду»? Почему вы хотите стать ведущим именно прогноза погоды? Ну, просто хотел что-то попробовать новое. Кем ты видишь себя через 10 лет? Через 10 лет он? Через 10 лет. Через 10 лет. Летом, летом, летом. Увижу себя отцом, двое детей. Счастливая семья. Двое детей. Указательно карьеры. Высокая карьера, разумеется. Буду обувным продавцом. Вы уверены, что очень внимательно посмотрели сегодня выпуск проекта «Выбери себе погоду»? Если вдруг вам что-то осталось непонятное, вы можете его пересмотреть на нашем сайте в разделе конкурса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Автовиллидж, проспект Машиностроителей, 40. В свадебном салоне «Виктория» детские нарядные платья к Новому году по самым привлекательным ценам. Улица 1 мая, 10. Магазин «Детский мир», первый этаж. Если мёрзли вы зимой, если холода, Пробирались к вам домой через щель окна, Посоветуйся с семьёй, решение прими. В доме сберегай тепло, окна заменим. Посадить дерево, вырастить сына, дом. Кстати, дом. Кстати, БК «Недвижимость». БК «Недвижимость» всегда кстати. Зимой угроза может покрасться незаметно. Скользкие тротуары, гололёд на дорогах, Постоянный риск падения и получения травмы. Представляем чудо-ледоходы. Эффективное средство защиты от скольжения. Простые в использовании, легкие, прочные и эластичные. Можно использовать для обуви с каблуком. Одна пара ледоходов для взрослых всего за 599 рублей и детские ледоходы в подарок. Заказ по телефону 55 48 55. Простая арифметика скидок от магазина «Столплит». Например, 2 плюс 8 равно 10, 4 плюс 7 равно 11. Сложите цифры вашего возраста и узнайте ваш процент скидки. «Столплит». Доступная мебель. Теперь со скидками. Очищенный от накипи нагревательный элемент вашего газового котла – залог стабильной работы системы отопления. Горгаз-сервис. Когда работают профессионалы. Гастроном Накирова в самом центре города приглашает вас оценить богатый ассортимент и удобство шаговой доступности. Гастроном Накирова. Традиции, качества в новое время. Календари с фотографиями ваших близких. Отличный подарок на новогодние праздники. Закажите свой календарь уже сегодня. Типография «Курьер». Разработка дизайна и печать календарей любой сложности. Типография «Курьер». Время пришло. Модули 3 на 3. В газете «Зауральский курьер». 40 тысяч выходов за 125 рублей. «Зауральский курьер». Выгодно, как ни крути. Одежда и обувь для всей семьи. Более 800 квадратных метров. Зимние куртки, горнолыжные костюмы, джинсы, свитера, обувь и многое другое. Широкий ассортимент. Доступные цены. Магазин «Галактика». ТЦ «Калинка». Пятый микрорайон. Дом 33. Первый этаж. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Открылся новый магазин «Галактика». Одежда и обувь для всей семьи. Торговый центр «Калинка». Пятый микрорайон 33. Первый этаж. Вас приятно удивят огромный ассортимент и доступные цены. А теперь о прогнозе синоптиков. В пятницу синоптическая ситуация в Заурале обусловится усилением позиций сибирского антициклона. Благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума. Облака поредеют, но морозы будут крепчать, из-за чего температурный режим окажется на 3-4 градуса ниже своей климатической нормы. В Екатеринбурге минус 6, минус 8. В Челябинске минус 7, минус 9. Возможен небольшой снег. В Тюмени минус 8, минус 10. Без существенных осадков. В Кургане переменная облачность без осадков. Ветер восточный. 2,7 метра в секунду. Температура воздуха минус 12, минус 14. В нем в Кургане переменная облачность без осадков. Ветер восточный. 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 6, минус 8. Атмосферное давление будет меняться мало и составить 759 миллиметров штутного столба. 13 ноября солнечная активность умеренная. Гемонитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!